итак блендер 290 альфа и продолжаю ее проверять уже поднастроил так что поехали тут что нить еще раз делаем информация с канала cg geek зайдите посмотрите канал будем делать банан и так вы видите что вот такой бледный вид вот такая почему-то настройка это вот правка настройки здесь есть родные именно темы вот вы нажимаете вот моя мода уже здесь есть вот если мода вот этот поставить то вот так все бледно здесь как-то выглядит тоже не интересно опять же правку если поставить и посмотреть какие тут еще есть темы то вот моду я свою закинул она выглядит вот так вот бледно очень тоскливый какой-то какая-то пленка как на экране ну нормально выглядят вот такие вот настройки именно так мая еще пойдет вот так вот вроде без пленки ну тоже как-то все светло как-то все не очень радужно если мап поставить мэткапы смотрим что тут за мэткапы есть но темный какой-то глина более-менее то что видно ну можно еще свои мэткапы вот я закинул посмотрю как это все выглядит так закидываем мэткапы вот здесь и вот здесь мэткапы давайте посмотрим что нибудь что у меня тут вообще есть так папка все для блендер все для блендер так и теперь мэткапы ну давайте это 64 посмотрим зеленые красные всякие так что тут еще есть более-менее нормальное чтобы было кто-то всех и хвалом а вот более-менее нормально давайте вот это попробуем установить так теперь все это дело закрываем и можно его подставить так объект материал вот он ну пусть синий какой-то будет все равно кажется как-то мутно ну ладно давайте попробуем что-нибудь этакое сделать канал cg geek банан так переходим кобуляция режим редактирования ну здесь более-менее еще видно что-то так выделяем полигон и выделяем полигон и как раз можно будет поглядеть как это все потом в ролике выглядит если все нормально то буду уже с этой программой работать так единица на нампаде вот так теперь тройка на нампаде и выбираем этот полигон тройка на нампаде е экстрадируем теперь немножко и g вот так перетягиваем опять е джи английская так можно еще забыл включить пинка скей тоже для проверки маленькие клавиши прибавляем не беда н так что еще есть этот полигон выбираем и выбираем его е сюда немножко и немножко джи вот так но еще пусть побольше будет банан все таки для проверки эксперимент джи так теперь вот этот вот вот эту часть английская и вот так все это дело так что у нас тут получается он тролл z дальше отводим мышку жмем и и и вот теперь можно ее нормально так g будет работать вот и g сюда вытягиваем и и вытягиваем и экстрадируем опять же g до выводим и вот нужно здесь экструд сделать банана делаем е с вытягиваем так и g и немножко так с еще поменьше делаем теперь выбираем именно ребра и вот это тот сеть полигонов shift alt вот так и с или с можно раздуть вот так тот уменьшите так хвост теперь выбираем именно полигон и теперь р джи вот так вперед немножко уводим так вот здесь теперь на конце выбираем полигон жмем и джи вот так и теперь е экстрадируем где-то в таком духе что-то и можно с немножко вот таким вот образом и и вот эту часть и вот эту часть ребра shift alt так shift alt ребра выбираем вот этот регион и можно джи вот так немножко выбрать вперед вытянуть ну словом где-то в таком духе сейчас будем смотреть теперь добавляем модификатор подразделение и вот ну ничего так нормальный банан получается здесь его можно теперь регулировать убирать полигоны джи где-то вот так вот вытягивать здесь можно добавлять или лупы вот таким вот образом и теперь можно нажать с чуть-чуть его так вот вытянуть и добавить вот сюда вот лупы наверх где тут еще что лупы лупы и вот так все это дело попремять вот так вот и немножко с вот так вот ну словом вот такой получился банан теперь можно взять опять же полигоны вот или shift выбрать вот эти полигоны и немножко перекрутить так r g и немножко вмять вот таким вот образом получается что-то ну пойдет добавить еще подразделений немножко где-то вот здесь эту часть можно теперь уменьшить ребра выбрать или shift alt вот так вот и s расширить уменьшить вот можно так подогнать так теперь снимаем выделение shift alt вот так вот так и делаем s чуть-чуть надуваем ну где-то такой примитивный банан наверное многовато ну где-то вот так пусть будет теперь заходим объектный режим вот такая ступенция тут можно еще добавлять лупов где-то подкорректировать где-то растянуть но не суть важно главное принцип так теперь теперь заходим именно рисование вершин нажимаем английскую n инструменты и вот здесь вот высвечивается вот такая вот цветовая пипетка здесь выбрав цвет вот цветовая палитра можно добавлять новый и вот добавляем желтый ставим добавить вот теперь будет желтый и вот можно теперь его раскрашивать вот таким вот образом можно просто назначить именно материал вот так будет поприкольней так это все дело раскрашиваем где-то что-то снизу где-то что-то сбоку так теперь нужно темный цвет выбираем цвет черный добавляем и вот здесь вот так вот подкрашиваем здесь вот можно радиус менять интенсивность уменьшать чуть-чуть бледно так рисовать вот так вот ну и теперь можно добавить цвет зеленый опять же добавляем приближаем shift зажатой колесико и вот здесь вот кто-то такое подрисовываем типа зеленого ну вот ну ну в принципе вот он банан его можно еще в скульптинге вот здесь вот доработать где-то пролепить где-то подтянуть не суть важно банан он и такой банан пойдет но теперь если мы заходим в объектный режим и ставим вот эту вот рендер ждем смотрим вы видите что цвета нет раскраски вот этой нету так что тут у нас получается н панель что-то не хочет закрываться ждем смотрим что тут тут подтупление у него есть вот такая штука 2.90 так теперь н панель и заходим так не в скульптинг ну кстати в скульптинге вот можно кстати разошел можно шифтом здесь все выгладить где-то повытягивать какие-то части здесь вот настройка интенсивности радиус кисточки побольше можно вот вставить где-то что-то вот так словом вытянуть сделать его еще поприкольней ну и хватит так шейдинг нужно теперь применить вот это все что было раскрашено нужно к нему в банану применить заходим в шифт колесико добавляем вот добавляем цвет вершин и подсоединяем цвет вот сюда вот так основной цвет здесь выбираем цвет сейчас он должен примениться ну вот теперь банан с цветом все нормально все прикольно вот такая штукенция такой вот принцип ладно давай банан теперь давайте новое что-нибудь сделаем общее не сохранять попробуем кубик рубик как в the brush я делал вот таким же методом так табуляция единица на нампаде здесь будет вот именно лицевая часть переключаемся на полигоны снимаем выделение выделяем полигон английская и вот так еще английская и и теперь экстрадируем все это с помощью моф чуть вперед вот так ну и повторяем так это получается у нас должно быть раз два да вот вот это вот эта часть верхняя получается там все части чтобы не вертеть ну давайте вот это теперь сделаем посмотрим что будет проще и и и и экстрадируем так английская и еще раз и и получается вверх так это если будет боковые ну можно все таки покрутить попереворачивать ну да давайте все хватит а три стороны чтоб не заморачиваться select box опять же назначаем материал добавляем материал один будет синий добавляем еще один материал создать это материал будет у нас зеленый красный пробуем так вот этой вершине так еще назначить белый материал создать вот это будет белый и получается нужно выделить все вершины через шифт вот эти все выделено теперь control и инвертируем и делаем белый материал назначить следом выделяем вот эту вершину это будет у нас синий материал теперь вот эту это будет у нас зеленый назначить и вот это будет у нас красный назначить теперь рендер смотрим что получилось вот такой вот куб все как-то тут бледно свет отключай настраивать что ли его тут или он так уже идет кто знает подскажите так вот так вот поставим единица на нампаде здесь должны быть красные вот здесь полностью ну давайте делать красный shift d так режим редактирования выходим объектный режим английская 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 куда-то пропал этот скрин каский вот он появился ну и теперь shift d можно вот так перетягивать с смотрим смотрим что тут вообще будет получаться так ctrl z единица на нампаде shift d щелчок включаем move и будем работать так вот так соединяем чтобы прореха было теперь shift d опять move пока сделаем именно вот так вот на 3 и что у нас получается здесь у нас пустота нам теперь нужен зеленый так вот этот цвет тут тоже придется добавить наверное раз на 3 делаем зеленый синий режим редактирования делаем английскую и и все повторяем так это теперь с помощью move вытягиваем и назначаем тогда еще один цвет создать цвет будет пусть желтый и назначаем желтый цвет вот так теперь семерка на нам паде и пробуем вот таким вот образом все так это будет здесь красный синий зеленый будет два красных ну пускай семерка вот это все теперь нужно объединить английская так объектный режим английская а или можно б выделяем control j делаем одну один саптул теперь shift д вот так д вот таким вот образом здесь придется тоже то цвета добавлять я не помню сколько их на кубике было и ставим теперь тройка на нам память саде переключаемся режим редактирования попробуем сразу три сделать и так этот затупил и теперь выделяем опять все вот эти части выделяем делаем и и сразу три их вытягиваем ну таким вот образом ну и назначим давайте этому тоже материал пусть будет красный так тройка на нампаде английская б выделяем shift d щелчок move путевка вниз вот так смотрим здесь как она легла чтоб тоже прореха была вот такая вот нормально ну а теперь обыграем все это дело продублируем и развернем так тройка на нампаде shift d щелчок опускаем вниз и тут вот теперь фишка такая красный должен быть тут зеленый тут значит вот так вот делаем семерка на нампаде и вот так вот назад возвращаем все это дело перекручиваем смотрим что тут да как желтые сюда надо семерка на нампаде и вот так вот назад возвращаем так я тут понакрутил так и вот теперь нужно это все дело перекрутить вот так опустить вниз подгоняем тройка тройка единица и выравниваем вот такая штука так тройка вот эту часть нужно приподнять и немножко ее сверху ну такой где-то примитивный кубик рубик теперь получается семерка на нампаде и сначала выбираем вот эту часть так уб делаем ctrl j вот эту часть тоже выбираем делаем ctrl j ну и вот эту часть тоже ctrl j вот теперь можно выбирать нижнюю часть допустим семерка и транспозом немножко это все делаем надо поменять именно ось вокруг которой крутится но это уже потом так так ну таким вот образом вот такой получился кубик рубик ну ничего так примитивно но нормально все всем пока до свидания вот такие вот примитивные вещи вот так их можно делать